Баллон переполнили, но виновными себя не считают. В суде высказались обвиняемые в гибели пятерых детей. В резонансном деле по взрыву газа готовы поставить точку, увидеть квитанции и умереть. Почему у жителей Октябрьского округа в 40 раз выросли платежи за ОДН и законно ли это? Вместо операции всего один укол, причем чудо-элемент для инъекции. Врачи получают из организма все того же пациента. В Омске готовы запатентовать новую методику лечения суставов. И подарок для фанатов. Главный тренер авангарда Боб Хартли приедет в Омск и станет гостем большого ток-шоу на 12 канале. На Омскую область надвигается похолодание. Уже этой ночью ударят морозы местами по региону до минус 30 градусов. Завтра днем будет от 18 до 23 градусов ниже нуля. В четверг ожидается еще более холодная погода. Ночью до минус 31, а при прояснении до 36 градусов мороза. В дневные часы столбики термометров будут опускаться до минус 22. Впрочем, уже к концу недели должно снова потеплеть. 1 февраля днем синоптики обещают минус 13 градусов. Надеются на милость Фемиды. Владелица и оператор газозаправочной станции, которых обвиняют в гибели пятерых детей при взрыве бытового газа, сегодня попросили у суда оправдания. Фигуранты громкого дела выступили на судебных прениях. Трагедия произошла два года назад в Сидельниковском районе. Тогда в доме многодетной семьи из-за переполненного баллона, по данным следствия, в емкости находилось 11 литров вместо 8, произошел взрыв бытового газа. Деревянное здание в считанные минуты охватило бушующее пламя. Родителям, можно сказать, повезло. Их отбросило ударной волной. Глава семейства получил незначительные травмы. У женщины были ожоги. Медикам удалось ее спасти. А вот пятеро детей, которые оказались буквально в эпицентре взрыва, погибли. У малышей не было ни одного шанса выжить. Сегодня подсудимые заявили о своей невиновности. Причина следственной связи между заправкой баллона, осуществлением гейтери, сетеризм пуска наладочных работ и пожаром, повлекшим гибель людей, не установлена и не может быть установлена, так как и нет. Производство по делу в отношении меня и оператора должно было быть прекращено еще на стадии следствия или в органах прокуратуры. Но дело продолжалось и велось. Мы все знаем в уголе кого и почему. Одна надежда на справедливый и профессиональный суд. Учитывая высшее изложение, прошу прекратить в отношении меня уголовное дело, освободить от уголовной ответственности и вынести оправдателей приговора. Прокурор попросил отправить обвиняемых в колонию владельца заправки на 8 лет, оператора на 7. Точку в этом резонансном деле поставит суд. Приговор предположительно вынесут в начале февраля. Платеж за ОДН вырос в 40 раз. Квитанции с такими гигантскими цифрами получили жители нескольких домов по улице Панфилова. Это в Октябрьском округе. Люди возмущены. Теперь они вынуждены платить за общедомовые помещения даже больше, чем за свои квартиры. Как такой скачок цен мог произойти всего за месяц и что делать, если пришли гигантские счета? Юлия Думанова во всем разобралась. Вот квитанции платили. Вот квитанция. Это за ноябрь. Вот квитанция за декабрь. Увеличение ОДН в 40 раз. Старшая по дому Светлана Патрончик возмущается. Платеж за электроэнергию общедомовых помещений за месяц вырос с 10 рублей до 400. Притом такие квитанции пришли жителям нескольких домов по улице Панфилова. Мы возмущаемся, потому что это, во-первых, не соответствует. Раньше, если мы платили более-менее приличные суммы, то теперь это уже настолько зашкаливает, что невозможно. Это, безусловно, накладно, тем более это неоправданно. Абсолютно неоправданные цифры. Жильцы получили уведомление от управляющей компании. Цитирую, платеж за электроэнергию по ОДН вырос, потому что в расчеты внесли содержание чердака. До этого помещения не учитывали, а должны были по закону. А это дополнительные 760 квадратных метров. Впрочем, с тем, что управляющая компания чердак действительно обслуживает, жильцы не согласны, в помещении электричество вообще не проведено. Нет даже лампочек. Но счет за электроэнергию выставлен, притом немалый. Чердак – это общее собственность. Но это не место общего пользования. У нас там нет ни зимнего сада, ни кафе, ничего нет. В управляющей компании с обвинениями жителей не согласны. Мы ведь тоже светим, там наши специалисты уже проходят, они бывают там, обследования чердачных помещений делают, осматривают коммуникации. Это тоже наши расходы. В управляющей компании говорят, ОДН посчитали по нормативу. И вот парадокс. Электроэнергии на чердаке нет, но собственники должны за нее платить. И самое интересное, в этом, как нам пояснили в госжилинспекции, нарушения нет. Если это электроэнергия, то расчет делается и с площадью подвала, и с площадью чердака. Независимо от того, имеется там в наличии или отсутствует необходимое оборудование. Нормативно правовых актов категории справедливость отсутствует. Впрочем, как нам рассказали в госжилинспекции, решение этой проблемы все-таки есть. Собственники дома смогут за несуществующую электроэнергию не платить, но только если дом перейдет на оплату коммунальных услуг не по нормативу, а по показаниям счетчиков. Они в доме установлены, однако жильцы должны собрать совет дома, подписи собственников и сообщить о своем решении в управляющую компанию. На процедуру в среднем уходят от месяца до двух. Что касается уже выставленных счетов за несуществующую электроэнергию, оплатить их придется, даже несмотря на весь парадокс. Юлия Думанова и Сергей Гаврилов, 12 канал. Сложную операцию заменили на инъекции стволовыми клетками. Врачи клинического медико-хирургического центра готовятся запатентовать совершенно новый метод лечения пациентов с серьезными поражениями тазобедренных суставов. Вместо титановых и керамических имплантов медики используют стволовые клетки. Причем этот чудостроительный материал хирурги берут у самого больного и прямо во время операции. Репортаж Елены Бабковой. Обезболивающие таблетки, физиотерапия, а после неизбежная замена сустава. Такую схему лечения, рассказывает Максим, ему предложили врачи в родном Екатеринбурге. У мужчины серьезное поражение головки тазобедренной кости. Со временем она просто разрушится. О том, что сохранить сустав все-таки можно и понадобится для этого не тяжелая операция, всего лишь один укол, говорит пациент, он узнал буквально в конце декабря. Мне в Екатеринбурге мой лечащий врач подсказал, что вот есть такая методика в городе Омске. Дал фамилию, имя, отчество врача. Никаких титановых или керамических имплантов, больших разрезов и длительной реабилитации. Восстановить поврежденный сустав больному помогут его собственные стволовые клетки. Чудо-элемент врачи получают прямо во время операции из жировой ткани пациента. Для этого ее отправляют в центрифугу, а после готовят коктейль-инъекцию на основе плазмы. Уже через пару минут универсальный строительный материал врачи введут прямо в пораженный сустав, где стволовые клетки и запустят процесс восстановления хрящевой и костной тканей. Методика совершенно новая, ее, говорят омские травматологи, пока не используют ни в одной клинике страны. Технику лечения врачи разработали, основываясь на практике спортивной медицины. Для атлетов стволовые клетки порой единственный шанс восстановиться после различных тяжелых травм. Теперь такая возможность есть и у пациентов с заболеваниями суставов. Пациенты отмечают улучшения на следующий день. То есть у них проходит болевой синдром сразу же. Единственное, что вот эта вот клеточная технология, она подразумевает, что должен пройти определенный срок. Это 3-4 месяца. И вот тогда мы уже рассчитываем на какой-либо результат. Поэтому вот и срок наблюдения. Мы год наблюдали за нашими пациентами и получили хорошие результаты. Пока омские медики провели 30 таких операций. И лишь в 9 случаях пациентам пришлось заменять поврежденный сустав на искусственный. И это, по оценкам экспертов, весьма хороший показатель. В дальнейшем технологию планируют изменить. В ней задействуют стволовые клетки, которые получат из костного мозга. Для этого в клинике появится новый аппарат. В Омске модернизировали завод по производству фенола и ацетона. Официальный старт дали губернатор Александр Бурков и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, который вышел на видеосвязь из Москвы. Федеральный чиновник подчеркнул, что модернизация Омского завода – знаковое событие не только для региона, но и для всей России. Качество продукции соответствует самым высоким международным стандартам, и страна будет полностью обеспечена. Область применения компонентов широкая – от производства краски и чистящих средств до выпуска лекарств. Александр Бурков также отметил, что запуск модернизированного завода – это новые рабочие места с высокой заработной платой. Пополнится и бюджет области. Мы от данной установки рассчитываем получение дополнительных налоговых платежей в областной бюджет порядка полумиллиарда рублей. Поэтому здесь решаются вопросы трудоустройства нашей молодежи и увеличения доходов для региона, чтобы решать те социальные задачи, которые стоят сегодня перед регионом, перед городом, соответственно, улучшать жизнь мечей. Производство фенола в Омске действовало с 1968 года, модернизировали его впервые. Директор завода рассказал – новое оборудование, самое современное и экологически безопасное. И главное, благодаря этому удастся сократить выбросы в атмосферу. Они будут в 15 раз меньше установленного норматива. Кроме того, производство автоматическое, человеческий фактор, сведен к минимуму. Используются наилучшие доступные технологии. В частности, на производстве фенола с ацетоном используется отечественная технология советских времен, которые улучшены. Соответственно, здесь используются специальные ацербенты, улучшены, скажем так, используются рециклы. И в атмосферу, конечно же, выбрасывается меньше. Амичей просят помочь отыскать родственников бездомной пациентки. История Надежды Малышевой известна многим. Женщина частично потеряла память и вынуждена была жить в приемном отделении больницы имени Кабанова. Как оказалось, женщине 47 лет, а родилась она в Кунгурском районе Пермского края. Жила в детдоме, после переехала в Тюменскую область. На родине у женщины есть семья. Я хочу найти сына. Как его зовут? Русланчика. Хочу также найти своего брата родного. Его зовут Федор. По предварительным данным, сыну женщины около 20-25 лет, брату около 40. Сейчас Надежде Малышевой помогли оформить временное удостоверение личности. Решен вопрос и с жильем. Ее устроили в социальный центр. Тех, кто узнал эту женщину или может помочь разыскать родственников, просят обратиться в полицию по телефонам, которые вы видите на своих экранах. И вот какие материалы наши корреспонденты сейчас готовят к итоговому выпуску. Смотрите в 19.30. Омские санитарные врачи смогут точно определить, заражен человек смертельным китайским коронавирусом или нет. В город поступили новейшие тест-системы. Для исследования достаточно взять эпителии из глотки или носа. Эта реакция займет в совокупности все. От поступления образцов до результата от 7 до 10 часов. Мы будем знать результат. Ну а дальше уже делаем медиков. Без новой тест-системы биологические материалы пришлось бы отправлять в Новосибирск. А результат ждать неделю. Смертельный вирус столько времени не дает. Лекарства пока не существуют, а зараженных уже тысячи по всему миру. Впрочем, российские эпидемиологи выяснили, коронавирус капризен и погибает при температуре в 40 градусов. Такую больной человек способен вынести, а значит, возможно, даже самоизлечение. Все последние данные о том, как идет борьба со страшным недугом, расскажет Денис Жарков. Киберпонедельник стирает дни недели. А мечи, одержимые интернет-шоппингом, второй день штурмуют сеть, сметая с прилавков обувь, одежду, бытовую технику и даже еду. Акция завершает сезон зимних распродаж и в этом году не ограничится одним днем. Продавцы готовы давать скидки всю неделю. Впрочем, удастся ли выгадать? И что делать, если вместо товара в посылке лежит кусок мыла или кирпич? Юлия Думанова встретилась с шопоголиками, психологами и полицейскими, чтобы узнать все о хитростях интернет-продаж. Символ победы смешали с мусором в Омске. Урну перевязали георгиевской лентой, таким образом закрепив внутри пакет с отходами. Эти вопиющие кадры нам прислали о мечи, возмущенные столь чудовищным обращением с победной символикой. Мусорку с черно-оранжевой окантовкой прохожие увидели на остановке «Космос», когда ждали автобус. Кому пришло в голову сделать такое, неизвестно. Надеемся, что ленту уберут в ближайшее время. Жители области теперь смогут взять ипотеку. Всего под 3% годовых в регионе запускают программу льготного кредитования. Для того, чтобы оформить заем, достаточно всего год прожить на селе и оплатить первоначальный взнос. Не меньше 10% от стоимости будущего жилья. О новой сельской ипотеке рассказали сегодня на совещании по комплексному развитию сельских территорий. Программа подразумевает создание комфортных условий для жизни в отдаленных населенных пунктах. О том, что нужно развивать инфраструктуру на селе, не раз говорил Александр Бурков. Губернатор поручил главам районов разработать проекты развития в сферах здравоохранения, образования, культуры и благоустройства. И эта работа сейчас активно ведется. Так, например, несколько районов представили проект внутрепоселкового водопровода. Есть предложение по газификации и реконструкции дорог. Запланировано также строительство школ, домов, культуры и медучреждений. Комплексное развитие сельских территорий подразумевает, конечно, в первую очередь, насыщение инженерной инфраструктурой. То есть мы проекты делаем, сегодня готовим. Это когда людям дорога будет, это электричество, это газ, это вода. То есть это объекты какие-то типа ФАПов, это какие-то клубы. И то есть мы очень много от этого ожидаем. И нам хотелось бы, чтобы этот проект Омской области не просто прижился, а вот область бы шагнула в этом отношении. Программа комплексного развития сельских территорий будет действовать до 2025 года. За это время, уверены власти, уровень жизни в отдаленных уголках региона должен приблизиться к городскому. Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли приедет в Омск. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба. Визит запланирован на 4 февраля. И одним из ярких событий этого дня станет появление Боба Хартли в прямом эфире 12 канала. Он станет гостем большого часового ток-шоу. Специально по этому поводу главный тренер «Авангарда» записал небольшое видеообращение для «Амичей». Привет, Омск! Я еду к вам. 4 февраля, 8 вечера, 12 канал. Будет интересно. Также Боб Хартли вместе с председателем Совета директоров «Авангарда» Александром Крыловым откроют новую ледовую коробку у гимназии номер 139 на Заречном бульваре. А после проведут для журналистов обзорную экскурсию по Академии «Авангард». Здесь же в 18.05 перед матчем омских ястребов состоится автограф-сессия. Все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также мы там же выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. И о погоде завтра 29 января по области Ивомске пасмурно, снег, температура воздуха в городе ночью минус 23, минус 25, днем до минус 26. В районах ночью минус 20, минус 26, днем столбики термометров покажут 21-25 градусов холода. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова